Укладка плитки, установка бордюров, монтаж, сцены. А скоро в городском парке культуры и отдыха Сальска установят еще детскую площадку и скалодром. Подрядчик уверяет, что работы ведутся с опережением графика. Выполнено уже на сегодняшний день около 80 процентов тротуарной плитки, около 90 процентов поребриков, дорожных бордюров, также около 95 процентов. На сегодняшний день выполнено около 80 процентов малых архитектурных форм. Автополив выполнен уже на 100 процентов. Проверить, как идет ход строительства, приехала группа губернаторского контроля во главе с заместителем губернатора Игорем Сорокиным. Металлопрофиль идет буквально через два часа будет. Еще мы его обработаем еще один раз. Техническая готовность объекта с объемом вложений больше 81 миллиона рублей на данный момент 58 процентов. Сдать его по контракту должны к первому ноября. А в поселке Гигант благоустройство парка на улице Ленина завершили в конце прошлого года. Здесь появились детские игровые площадки, столы для настольного тенниса, велодорожки, сухой фонтан и сцена. И обновилось футбольное поле, где играет клуб «Славяне». Если мы по кругу здесь посмотрим, то мы увидим благоустроенный парк, который сделан по проекту комфортной городской среды. За парком мы увидим замечательный стадион, на котором сейчас играет футбольная команда на первом месте в Ростове. Она находится в областном чемпионате. Этот парк сделан по проекту губернаторскому. Сделаем вместе инициативных проектов. За несколько лет методично привели в порядок стадион. И еще здесь теперь удобно слабовидящим людям. По всей территории проложили тактильные плиты. А по соседству скоро появится зеленый объект. В парке высадят 130 деревьев и полтысячи кустарников. А 65% площади займет газон. У нас гигантское сельское поселение стало победителем в прошлогоднем конкурсе по нашей программе формирования комфортной городской среды. И вот сейчас выполняются строительные работы по благоустройству парка. Нового парка, который находится рядом со школой, рядом с храмом. То есть такое хорошее место. Раньше это был запущенный пустырь. Увидеть результат жители гиганта смогут уже в ноябре. Марина Орлова, Владимир Савилов, Первый, Ростовский.